Всем привет, с вами Джага и сегодня мы поиграем в игру от фирмы Amonita Design, той, которая разработала Botanical, Machinarium. Возможно, это одна из их первых игр, которая называется Samorost. Вообще, она браузерная, играть можно даже просто погуглить этот самый Samorost. Или, может, он Samorost. Короче, тоже игра в стиле Point and Click. Так, начинается вот она как. У нас, как бы, на экране планета. Это планета. Вот, ну и, собственно, кто на ней живет. Какой-то вот такой человечек. О, боже, что это? Он видит всякое страшное, которое приближается к его маленькой родной планетке. Это другая планета. Почти что кусок мусора. Ну, как бы, будет крэш. Бабах. Бадабум. И все плохое, если это произойдет. А значит, надо злобную планету или что это такое отодвинуть подальше как-то. И вот он в ракете из банки из сосисок отправляется к этой чужой планете. С логикой в этой игре так же, как почти и в остальных играх. И мы видим, очевидно, это разработчик. Сразу видно, почему игры получаются такие интересные. Ну, по крайней мере, они не тривиальные. А потому, что он сидит на траве. Вы видите, он на траве сидит. Ну, пусть он выкурит, что он там курит. Пока он курит, потыкаем вот в этих... ...человечков, которые собирают... ...траву, опять же. Только один из них двигается. Вот этот. Так, докурил. Давай дальше, кури. А вот и нет. Теперь вот эту штуку, мундштук, можно как ключ использовать. Чтобы нажать на кнопку. Чтобы заработал вот этот механизм. Подозреваю, что это подъемник. Не работает, потому что тут... ...упал канат. Вперед. Вот тебе и раз. На лыжах поднимается, по траве. Ммм. Это же логично. Далее. Вот этот указатель указывает, куда же ему ехать. Ну, давайте для интереса поедем назад. Просто, чтобы увидеть, что будет. Будет вот что. А, ну да. Едь. Просто чудесно. Все вернулось в свое предыдущее состояние. Не буду больше мучить нас первым экраном. Отправим его именно туда, куда надо. Налево. Но перед этим отодвинем этого мужичка. Вперед. Второй экран. Ну да, все уже. Здесь вот такие... страуса-козы. Трауса-козы. Ну, не знаю. Просто они для того, чтобы быть. Ну, и в общем-то, тут жать почти больше не на что. Кроме как на вот этот поплавок выйдет рыбак. Скажем, это рыбак. Что, он жарит рыбу? Так они и жили. Она ловила рыбу, а он ее жарил. О, стоять. Ползут какие-то ящерицы. Все. Дожрал он рыбу. И за рыбой прилетает какой-то... Хондор. Тиродактиль. Ну и, собственно... Хоп. Даже можно было не клацать. Он бы сам запрыгнул. И таким образом мы попадаем на следующий экран. Во как. Да, он еще как бы каркает. А тут есть улитка. Двера какая-то. Я даже не знаю. Вентиль. Все, дальше не крутится. Вот оно что. И дальше что? О, пролетают пчелки. И лампочка торчит. Лампочка. Даже не знаю, что бы это могло быть. Человек-лампочка выкручивает из себя лампочку и вкручивает ее в... Куда-то. В патрон. А, и тут, наверное, кнопочка, которая ее включает. И не одну, а вторую. И начинает что-то работать. Поднимается какое-то яйцо, которое, наверное, лифт. Вау. Вау. Ну, наверное, надо главному герою в лифт-то зайти. Что-то мешает. Что мешает. А что мешает? Заходи давай. Кнопочку нажать на... А теперь заходи. Ну, другое дело. Какая оригинальная, конечно, задумка. Что же дальше? А дальше вот какое-то дерево. Дерево. Ага. Мы застряли на вот этом суку. Как-то надо миновать эту преграду. Так. В дупле сидит... Я подозреваю, это белка. Мы не можем нажать кнопочку, потому что нас заткнуло уши, чтобы не слышать, что червяки тут шуршат. Значит, надо всех червяков подловить. Отлетает какой-то дятел. Так, червяков, я так понимаю, четыре. Третий. И четвертый. Все. Вот теперь белочка может послушать, что там на пластинке. Другую пластинку. Еще лучше. Как похороны. Ну вот, теперь-то танцы. И сова, сова. Поможет нам спихнуть. Лифт, батискав вниз. Да, следующий экран. Вот он тут. Что он так шатается? Хватит шататься. О, грибы. О, муравьи. Ну что, вылазь. Судя по всему, надо пройти вот туда. В то здание. Ну как, пройдет, попробуем. Не, не пройдет. Понятно. Это муравьед, надо к нему подогнать муравьев, и пока он будет сжать муравья, пробежать. Бежим. Пока он чавкает, мы в безопасности. Так, что бы это могло сделать, просто зайти мы не можем, потому что закрыто с помощью хитрой схемы. Ну понятно. Включаем так, 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 чтобы красные точки совпадали с точечками на двери. Заходим. И следующий экран. Ой, что-то красное мигает. На. О как. Падиш, ты пойми, что это такое. Можем нажимать. Эти кнопочки можем. Меняется стрелочка с буквой Q. Но тут написано, что бы Q было 50 градусов. Я только за. Тут что меняется? Непонятно. Дирекшн. Направление. Ага. Когда Q 50, тогда выдвигается лестница. Ну, лезь. Лезь, я сказал. Спасай свою гадкую планету. Оп. Ну, дирекшн поменяется. Направление так и поменяется. Ты смотри-ка. У этой планеты есть двигатель. Ее можно отвернуть. О, вот даже нам показывают. Меня смущает другое. Есть ли вот у этой планеты есть двигатель? Ну, типа победа. Почему у его планеты нету двигателя? Он мог бы просто отодвинуть свою планету и не летать на чужую. Но, тем не менее, я так понимаю, миссия завершена. И, как бы... Ну, это все. Да, хей! Как бы... Вот. То есть... Вот такая маленькая получилась... Игрушечка. Но, тем не менее, вот она такая интересная. Кроме этого, тут же есть ссылочка на демо-версию Самороз 2. И машинариум можно поиграть также в браузере. Ну, думаю, мы этого делать не будем. В браузере играть, потому что Самороз 2 я как-нибудь пройду на досуге именно как игру. Вот и все получается. Спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых встреч!